Ой, какая ты высокая! Я-то представляла там маленькая, как я совсем, оказывается, ты такая высокая. Вот так она сказала. То есть она представляла меня маленькой. Вторую особенность она заметила, что я, оказывается, худая, как селёдка. Хотя с чем ей было сравнивать, если... Хотя было, в детстве я была немножко полнее. Таня, Аня, Ваня. Такими я их помню. Всё ужасно. Мои двоюродные две сестры и брат. Этих людей я не видела больше 20 лет. Кроме как на фотографии. И вот буквально вчера я встретила Аню спустя, ну, больше даже 20 лет. Произошла встреча на Павелецком вокзале. Я вышла и сразу её узнала. Мы бросились друг к другу в объятия, хотя, казалось бы, мы вообще чужие люди за 20 лет. В России я первый раз, и в Москве тоже первый раз. Первое впечатление от России я поймала в самолёте, потому что я привыкла, что лечу я над горной местностью, и где много-много облаков, и я думала, что белые – это облака. И я лечу, лечу и думаю, почему самолёт же должен снижаться, повышать свою высоту, и облака должны исчезать. Они не исчезают. И только через минут 10-15, смотрение в иллюминатор, я поняла, что это просто земля, и на ней снег. И это огромная Россия, которая мне показалась сверху плоской, потому что ни вершиночки не видно, и много-много леса. Когда развалился союз, многие люди из стран СНГ, из Кыргызстана, в частности, стали уезжать в Россию поближе. Почему именно Россия, не знаю, может быть, потому что дешевле было уехать. Спорный вопрос, что они там нашли, и смотря, куда уехали. Аня уехала на Алтай. Ну, кстати, уехало две семьи, два брата моего папы, да, а он один остался, он как младший, остался в доме своего отца. Ну, ты знаешь, даже сейчас, постоянно, каждый день, есть мысли уехать, свалить. Ну, если даже я когда-нибудь уеду, я буду ужасно скучать и плакать. Возьму киргизские песни с собой, честно, на киргизском языке, которые я терпеть не могу, потому что они бывают плохого качества. А ты можешь что-то петь? Могу гимн Кыргызской республики напеть на киргизском языке, в языке, ну, немножко. Ак-мэн-гю-лю-ас-ка-золор-та-ла-алар, э-ли-без-дин-джан-ы-бар-а-бар, э-р-кюн-дой-бер, э-с-сё-бер, э-стаг-ды-рын-ко-лу-н-да. Очень сложно петь. А о чём это? А высокие горы, широкие поля, покрытые снегом, там, ну, в общем, описывается больше природа, и именно то, что любят люди в нашей стране все, независимо от национальности, это природа. Вот об этом наш гимн, он вполне соответствует настроениям людей. Субтитры создавал DimaTorzok